здравствуйте уважаемые друзья хочу поделиться одним своим впечатлением которые мне тут произошло буквально на днях дело в том что когда я приехал в Квебек я обратил внимание что есть машины которые на переднем бампере размещают у себя такой флажок с французскими цветами французский триколор желтая звездочка я долго не мог понять что же это такое потом как-то я решил поезжать вопрос и выяснилось что это флаг провинции Акади даже не провинция Акади а флаг Акади потому что провинция Акади как таковой сейчас не существует и это было мое первое знакомство с Акадийцами с Акади дальше я почитал историю дальше почитал посмотрел видео связанные там с культурой Акади с языком с музыкой и так далее и тому подобное почему я об этом сейчас говорю и почему я об этом вспомнил буквально на днях пересекся с одним интересным человеком который так как у нас язык языки зацепились да мы разговорились и он узнал что я историк что я занимаюсь историей и он такой ты наверняка знаешь мы помним мы никогда не забудем сказал он в порыве страсти задрал значит рукав на футболке и и что вы там думаете я увидел я увидел там флаг Акади и 1755 год вы выбито знаете так просто мощно у него на руке было и я говорю да я я читал я знаю и он говорит 1755 год мы никогда не забудем это это как бы у нас в крови мы 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 выжили нас пытались убить нас пытались задавить там и так далее но мы выжили и вы знаете меня меня пробило знаете вот реально пробило по поводу того что события много-много вековой давности ну и так много но много все равно уже уже больше двухсот лет прошло у них в памяти это до сих пор до такой степени остро они не забывают что что у них было в прошлом они это хранят после этого разговора я еще почитал всякую разную информацию дополнительно по поводу Акади и выяснил что они до сих пор держатся особнячком они очень не принимать всякие там разные телодвижения федеральной правительства связанная с там с большой политикой там так далее с политикой интеграции там и так далее Акади и жители Акади они требуют признания себя отдельной нации также как и кибикоа ну в общем там большой очень пластик разной информации просто кто не знает Акади это была часть новой франции колония потомки французских колонистов которые поселились начале семнадцатого века на этой территории потом эта территория попала под власть британцев британцы приняли для себя решение что жители Акади будут скверными подданными короля и королевой поэтому дали приказ их депортировать несколько лет там сотни сотни тысяч людей жили на кораблях потому что английские колонии в новом свете отказывались их принимать к не с ними обращаясь как животными они исключительно многие жили там под под охраны то есть ну по сути как бы тюремный режим был ну то есть реально прессовали то есть там около трети по моему снижает память жители Акади которых приказали депортировать в один день там условно говоря погибло во время этих всяких перемещений и только спустя несколько лет им было позволено вернуться сначала территорию Квбека потом в 1630 году есть не менять память на территорию бывших провинций бывшего региона Акади ну то есть это была очень очень страшная история особенно страшная история по меркам североамериканским где население было европейское крайне малочисленным там всего проживало где-то порядка по-моему то ли 15-17 тысяч человек ну то есть меня поразило что меня поразила историческая память меня поразило что они помнят что они держатся что они не забывают кто они откуда они почему они что с ними произошло и я собственно подумал дай бог нам помнить о том кто мы что мы зачем мы и и никогда этого не забывать да всем откланиваюсь всем хорошего дня и пока пока